Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о самых свежих, реальных и актуальных новостях. Ну а если вы еще не получаете регулярные уведомления о выходе наших роликов, то вам нужно подписаться на наш канал. Тогда вы сможете получать уведомления в режиме онлайн и не пропустите наши выпуски. Ну а мы начинаем! Пограничная служба Польши засняла видео, как пограничник с белорусской территории что-то бросал на территорию Польши. В польский автомобиль. Скорее всего Лукашенко снова готовит какую-либо провокацию, так как просто пограничник от нечего делать не пойдет на границу бросаться чем-либо. Ну и по одной пачке сигарет очевидно они не будут перебрасывать в виде контрабанды. В любом случае Лукашенко не останавливается. Миграционный кризис начинается не только на границе Белоруссии, Польши и Литвы, но и на улицах белорусских городов. Белорусские улицы выглядят сейчас примерно так. Чем больше диктатор будет пытаться перебрасывать нелегальных мигрантов через нашу с вами страну, тем больше наша страна будет наполняться этими самыми мигрантами. Что творится в головах ябатек и лукашенковских прихвостней? О чем думают эти неандертальцы и почему они поддерживают синепалого диктатора? На видеокамеру попала одна ябатька, которая рассуждает о масках, ну и о коронавирусе. Предлагаю посмотреть. Маски часто вообще очень вредно. Оно убивает мозг. Потому что почему... Ну а Голиков снова переобулся. Ведь урок не сделан. Если бы действительно произошло единство или единение народа, то все бы примирились. Нет. Мы сегодня видим, что Губопик ежедневно публикует раскаяние интернет-экстремистов, которые находятся в этих телеграм-каналах, которые пишут свои комментарии. Вы что, не понимаете или как? Вы что, не понимаете, что полстраны можно переловить, пересажать, выбить раскаяние на камеру? Но убеждения людей-то вы не поменяете. Неужели вы не понимаете, что силы этого не сделать? Но в любом случае мысль довольно понятная. Ну и в принципе адекватная. Илью Миронова, гомельского волонтера, которого 10 раз арестовывали в ВВС, но не могли ничего пришить. В этот раз перевели из ВВС в СИЗО. Его мать заявила о том, что его перевели в СИЗО. А если перевели в СИЗО, скорее всего, шьют уголовное дело. В общем-то, скорее всего, они и просили его записать на видеозапись извинения, с учетом того, что ему не пришьют никакую левую статью. Но все же пришили. Не зря говорят, что лукашенковским прихвостнем веры нет. Сточком Гродноазот сообщает, что на предприятии Гродноазот авария прорвало трубу с кислотой. Тут же Озаренок и подобные ему пропагандисты заявили о том, что все прекрасно, все отлично. И открывается новый цех производства на этом самом Гродноазот. К сожалению, нет ни видео, ни аудио каких-либо доказательств. Я оставлю это на суд белорусского народа. Если у вас есть какая-либо информация по случившемуся на Гродноазот, присылайте нам в Телеграм-бот. Вашингтон-пост. Опубликовал статью с очень интересной информацией. В общем-то, говорится о том, что для Америки и стран Евросоюза единственный адекватный выход из кризисной ситуации в отношении синепалого диктатора и нашей с вами страны – это уход от власти диктатора. Единственный выход с данной кризисной ситуации – уход диктатора. Чтобы вы все понимали, белорусский народ и в том числе те, кто поддерживает диктатора, все то, что происходит в нашей стране, все те проблемы и сложности, которые испытывает наша с вами страна, виной всему синепалый старый дед. Не Светлана Тихановская, не оппозиция, не позиция. Ну, синепалый дед и его прислужники, о которых мы скоро расскажем. Киберпартизаны уже слили мне довольно интересный материал. На проспекте Янки Купала был организован кемпинг, так сказать. В общем-то, мигранты просто выставляют палатки и спальные мешки и спят на улице. Ну, так сказать, дожидаясь переброски на соседние страны Европы. Ну, там, Польшу, Литву или Латвию. Менты приезжают, аккуратно слаживают вещи и отвозят куда-то мигрантов. Ну, наверное, на границу. В общем-то, лукашенковские прихвостни относятся бережнее к мигрантам, чем к белорусскому народу. Так как мы знаем прекрасно, как они входят в жилище белорусов, и мы видим, как они, в общем-то, бережно садят мигрантов в автомобили. Вот и все, что вам нужно знать о этой незаконной власти. Это не правоохранительная система. Это псы режима, которые нацелены не на охрану правопорядка и защиту белорусского народа, а на вылизывание сраки синепалого деда. В Беларуси каждый день фиксируются рекорды заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ну, и пишут, что, в общем-то, то 10, то 15 человек умирает стабильно в день. Ну, то есть, немного, в общем-то, по статистике Лукашенко. Чтобы понять, что происходит на самом деле в нашей с вами стране, и сколько реально умирает людей, нам нужно зайти на сайт госзакупок и посмотреть, что именно закупают больницы. А закупают они мешки для трупов. Лицкая центральная больница закупила 600 мешков на сайте госзакупок. 600 мешков для трупов закупила одна Лицкая центральная небольшая больница. Ну, а до этого покупала Витебская. 520 мешков. И чтобы вы понимали, с учетом той статистики, которую публикуют лукашисты, они закупают лет на 5 вперед. Ну, как мы понимаем, никакой статистики настоящей в лукашенковском бандестаге нет. И тут есть две причины. Первое. Они патологические лгуны. А второе. Это то, что вам нужно дождаться сегодняшнего ролика со сливами киберпартизан, где я вам расскажу, кто работает в медучреждениях, чем конкретно они занимаются, и как именно они фальсифицируют статистику и лечат белорусов в этих самых больницах. Там все будет очень подробно. Слушайте, Дмитрий Станиславович, у нас тут фигня такая случилась. Это не фигня, это работа. Да, ЧП, у нас ЧП. Слушайте, вчера поступила женщина без тромбоцитов с гемоглобином 26. Ночью она упала и ударилась головой. Короче, а на утро там, ну, кома 2-3. Ну, а мы пока продолжаем. Ну, а пока больницы закупают мешки, киберпартизаны сливают аудиозаписи для канала «Реальная Беларусь» о том, что реально происходит в нашей с вами стране, чиновники отсылают вот такие вот бумаги, где говорят, что нужно сократить количество врачей, работающих с коронавирусной инфекцией. Так сказать, очереди большие должны быть еще больше. Тут либо они с миллиардом от МВФ пытаются отыграть, либо полные идиоты. Ну, тут уже не мне судить, так сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и пишите несколько комментариев для продвижения этого видео в ТОП. Помните про политических заключенных и родных, и близких политических заключенных. Это важно. Это важно для белорусского народа, это важно для канала «Реальная Беларусь» и это важно для самих политических заключенных. Вы были на канале «Реальная Беларусь» И это были реальные новости. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Более 60% зрителей нашего канала смотрят нас без подписки. Соответственно, вы не получаете уведомления и можете пропускать свежие и актуальные новости. Также эксклюзивную информацию от нашего канала. Поэтому подпишитесь, это нас мотивирует. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok